Спецавтохозяйство недополучает средства за вывоз мусора. Только в центре города эта сумма равна 20 миллионам рублей. В итоге приходится расплачиваться городскому бюджету, а в курортный период возрастает количество бросового мусора. И за это тоже нужно рассчитываться. На эти цели бюджет потратил в этом году 100 миллионов рублей. Неплательщиков нужно выявлять и заставлять заключать договоры, заявляют городские власти. Люди, которые добросовестно оплачивают вывоз мусора, платят за него дважды. Потому что платят сначала через управляющие компании, либо организации, собирающие мусор. И потом из бюджета города. Потому что бюджет города, понятно, что это деньги налогоплательщиков. То есть нас с вами, жителей города. Поэтому проблема изменения дислокации контейнерных площадок, она крайне актуальна. Правда, не все жильцы согласны тем, чтобы контейнерные площадки были убраны с улиц. Поэтому сейчас ведется разъяснительная работа с управляющими компаниями, с представителями ТСЖ. Те контейнерные площадки, которые размещены на проезжей части на улице Островского, планомерно должны быть перенесены в дворы многоквартирных домов и обустроены по необходимости для каждого дома по числу жильцов и производимого мусора. На улице Островского мусорные баки в одном месте уже убрали, но бизнес не растерялся. Стали складывать мусор с близлежащих магазинчиков тут же на месте ранее стоявших баков. Теперь им, чтобы не оказаться нарушителями санитарного порядка, срочно нужно заключить договор на вывоз мусора. С одной стороны, это хорошо, что убрать баки с проезжей части, чтобы не мешали транспорту. Но нужно же оборудовать тогда контейнерные площадки в каком-то месте, кто это будет за всем смотреть. Заместитель главы города поручил дислокацию контейнерных площадок районным администрациям и непосредственно спецавтохозяйству. Пока работа началась в центральном районе города, поэтапно она продолжится и в районах. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.